И сегодня в Новосибирске открыли памятник легендарному фронтовому истребителю Як-9. Его восстановили студенты технического колледжа имени Покрышкина. Здесь маршал авиации когда-то учился слесарному делу. И теперь рядом с бюстом самого знаменитого выпускника появился один из его самолетов. Не забывают об исторической технике, которая помогала громить врага и в других регионах Сибири. Подробнее Кирилл Полиенко. Это один из нескольких тысяч самолетов Як-9, собранных на Новосибирском авиазаводе в годы войны. Такой же истребитель рабочие передали лично легендарному летчику-земляку Александру Покрышкину. Останки этой машины нашли два года назад. По сути в руки реставраторов попал только ржавый каркас. Самолет был всего на 10-15% останки и не было чертежей на него. Мы восстанавливали крыло, часть крыла, а потом по нему делали второе крыло. Носовую часть уже делали по моделисту-конструктору. Студенты в очередь вставали, чтобы участвовать в создании точной копии фронтового истребителя. Такую работу не выполняло еще ни одно учебное заведение в стране. Я никогда не думал, что где-то получится, выдастся момент, что реставрировать знаменитый Як со времен Великой Отечественной войны. Антон Котов отвечал за хвостовое оперение. Сотни заклепок – его рук дело. У этой машины нет сердца в виде пламенного мотора. Скрытый под обшивкой двигатель восстанавливать не стали. Зато у самолета точно есть душа, вложенная руками студентов и преподавателей. И сейчас легендарная машина и легендарный летчик стоят рядом на вечную память. Жители Омска уже сегодня могут увидеть современные боевые машины. На площади у хоккейной арены выставили танки Т-72, Т-80 и Т-90. Люди с удовольствием фотографируются на фоне грозного вооружения. А чуть позже учебный центр ВДВ добавит к ним несколько модификаций боевых машин десанта. На этой технике учатся курсанты автобронетанкового инженерного института. Боевые машины подготовлены полностью. То есть они в данный момент такие же, как сейчас выпускаются с завода. То есть полностью готовы к применению. А в Кемерово раритетный виллес не стали оставлять под открытым небом. Хозяина фронтовика уговорили отдать его в музей местного управления госавтоинспекции. Правда, хранилище артефактов расположено здесь, на четвертом этаже. Такой автомобиль интересный был обнаружен в деревне Хопкино Яшкинского района. Договорились с хозяином. И он приехал на этой машине. Она была на ходу. Он приехал и под окна нашего музея с помощью крана наши товарищи его через окно затащили и установили на постамент. У такого музея есть только один минус. Его экспонаты видят лишь сотрудники ГИБДД. Кирилл Полиенко, Николай Сухарев, Алексей Андробаев. Новости ГРНТВ, Новосибирск.